Аплодисменты Аплодисменты Тихою струёю Установится Оно Поглядись В разрачном кубке Пусть блестят волшебным днём Звёзки, очи, розы, кубки После смертного венокрона Было в небо Эта губа Каждый он Жалопозой Отражением Алых губок Рост Красавицы Иной Смучный Её Дыхание В нём Своим Её Волись На моём Воспоминаниях Воспоминаниях Волись Милый Друг Не Уском Вис Но Марина Воспоминания Милый Друг Не Не А Оскар Вис Аплодисменты 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 То поешь «Краса девица» и второй романс, я даже объявлять не буду, вы сразу все поедете. Исполняет Дмитрий Степанович и Ольга Невская. Что поешь, краса девица, песнь Италии золотой? Отернуй меня, певица, песню Родины святой. Все родное сердце ближе, сердце чувствует жигей. Ну, про той же, ну, начни же. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В 2007 году я приехал по приглашению работать на Тобольский комбинат, и этот год, почему 87-й, потому что Аркадий Григорьевич, работая в должности председателя городского исполнительного комитета на тот период, молодой, активный человек, который занимался именно развитием строительства социальной сферы города Тобольска, естественно, участвовал в штабах по строительству Тобольска в Никитин комбинатах. И вот 87-й год, это год, когда было большое наводнение реки Рыжи. И вот возглавляя штаб по спасению от наводнения города Тобольска, Аркадий Григорьевич прекрасно справился с пас-городом. Я рад и поздравил. И самое-то интересное, что в 90-х годах Аркадий Григорьевич, естественно, не опустил руки, а возглавил, создал такой фонд возрождения Тобольска, который сегодня знают не только в Сибири, не только в России, но и за рубежом. Аркадий Григорьевич, я извиняюсь, но я не могу не зачитать послание, послание, не буду читать, я одну строчку, послание благодарственного письма от Российского союза химиков. Уважаемый Аркадий Григорьевич, Российский союз химиков поздравляет вас с 25-летним, примите истинные слова благодарности за ваш труд, сокращаю. И самое главное, благодаря вашей целеустремленности и настойчивости в общественной деятельности, вы заслуживаете большой авторитет и особая признательность вам от Российского союза химиков за проделанную работу в память замечательного, выдающегося ученого Дмитрия Ивановича Муделяева. От всей души поздравляю. От всей души поздравляю. Ну и, значит, сейчас мы продолжаем трудиться, он, может быть, еще скажет об этом, да, обещаем. Значит, вот, спасибо, Владимирич, дорогой, среди вам еще кучая, одна с обоих, давай, пожалуйста. Очень коротко. Действительно, несколько лет сотрудничею с фондом и в частности уже нескольких проектов. Я продолжаю работать, счастлив, потому что вижу, как от каждого издания к изданию собирается история нашей Родины. Ну, здесь студентов нет, поэтому все взрослые люди, мы знаем, что никакой объективной истории никогда не существует в мире. Она всегда субъективна, каждый историк по-своему трактует. Но то, как трактует историю России ее фирма, это просто замечательно. Это просто трактовка любви к России. Значит, дорогие друзья, вот присутствует в усотнике гостья у нас, с которым тоже долгое дружба нас связывали. Это Чеченев Константин Васильевич, он возглавляет Ассоциацию книгоиздателей России. Конечно, для книгоиздателей сегодня в России очень непросто и сложное время. Он просто отец родной. Но мы находимся в более выигрышной ситуации по сравнению с издательствами, которые занимаются коммерческими изданиями. Они должны получить прибыль, продать нам, реализовать. Мы все-таки, благодаря тому, что имеем наших подлечителей, можем как-то не зависеть от рынка книги. И поэтому нам удаются такие шедевры. Но Константин Васильевич, действительно, вот я много лет наблюдаю его работу, здесь его вице-президент Ассоциации, Лимонов Олег Васильевич. Значит, они, конечно, сегодня, вот если мы хотели имеем успехи и победу в нашей общественной организации, то они никак не меньше. И я с большим удовольствием, значит, вот мы вместе с Сергеем Ивановичем вручаем Константину Васильевичу вам это благодарственное послание. Спасибо. Спасибо. На самом деле, хотелось бы, вот именно для своих издателей, поздравить, поздравить Аркадия Григорьевича с этим юбилеем 25 лет. На самом деле, мы, я вот, на самом деле, когда здесь не был город, мы тоже старались в жизни свои делать книги по истории России, книги достойные, интересные, такие глубокие. Но я ему хорошему завидую, потому что вот те труды, те книги, которые он смог вернуть в оборот книжный, те проекты, которые у него удались, и теперь они находятся в библиотеках Сибири, библиотеках России, конечно, это огромная его заслуга. И в то же время это наше занятие. От всей души всех поздравляем, потому что ваши труды, вот эти фундаментальные книги, которые сделаны с лучшими специалистами российского книга издания, с авторами, с библиотеками, с фондами, с... С специалистами дизайна, отпечатанными лучшими типографиями, как за рубежом в России, и, в конечном итоге, переданными в библиотеке, где они найдут свои вторую и четвертую жизнь. За это вам огромное спасибо всего нашего издачного сообщества. Я надеюсь, что вы готовы в нашем конкурсе очередные ваши проекты на эту достойную оценку. Но от себя лично я считаю, что вам огромное спасибо, потому что летали по бесколетку, что проводили недавно конференцию. И, конечно, такое внимание было уделено нашим издателям, которые приехали из Сибири России, когда люди видели, как человек любит свой край. А только я, наверное, показываю, почему...